Обратите, пожалуйста, внимание, как и говорила Светлана, что во многих домах на обналичниках вокруг окон можно обнаружить элементы лозы или виноградной кисти. У русских в Нижегородской области эти элементы означали всегда достаток. И если показывали вокруг окна такую красоту, то считалось, что семья жила хорошо. Здравствуйте! Вы из этого дома? А как вас зовут? Галина. Вы говорили, что это ваш отец, да? Да, отец мой папа. Он у вас плотником был? Он был плотником, он сколько домов здесь, и печки ложит, потопки, и по крыше, в общем, он на все руки был мастером. А у вас, смотрите, я еще обнаружил, что во всех практически домах вот такие выступы есть. У нас вот мы, смотрел, не везде такое есть, но в Гарномарийском еще есть, да, да, да. Это вот он называл слуховое окно. Почему он там так называл, не знаю. Слуховое окно, и вот там тоже уже стоит. Там тоже, да, вот у многих, у многих. А там комната, да? Ну нет, там, ну как там, подловка, чердак мы называем. Ага. Слуховое окно. Окно в кровле здания, предназначенное для естественного освещения и проветривания чердачных помещений. Иногда для выхода на крышу. В старину маленькие открытые окна были в помещениях для прислуги, и хозяева могли подслушивать, о чем разговаривает простой люд. Обрывки фраз доносил ветер. Другая легенда говорит, что на строительстве московского манежа, возводимого в 1817 году, в честь ознаменования победы над армией Наполеона, работала артель крепостного по фамилии Слухов. Талантливый мастеровой возводил добротные крыши. Его кровельные работы были известны повсеместно, и его фамилией было названо это кровельное решение для проветривания чердака. Просто чтобы свет туда, наверное, попадал. Просто очень красиво, очень много деталей. Если посмотреть современные дома, то такое уже, так скажем, молодежным языком не сильно заморачивается. А вот раньше все вырезали, каждый уголочек, каждая деталь. Вырезал. У него и стамески были, все, и вот, все, он прям, ну, он работал еще на лесозавод, у нас здесь раньше был дерево-рабатывающий мастерский. Вот там все-все-все. Молодец, он вообще был такой очень большой. Вообще красота. Как он думал, здесь перестроил, сколько печек переложил, потопков, и крыши крыл, и по железу. Ну, в общем, все, молодец. Вот это любой, каждый скажет, я не вру. Вообще. Ну, вот этот крылечик, вот этот двор, вот этот вот, корочек, это уже не он делал. Вот, а это все... Но у вас тут умельцев хватает, да, ремесленников? Да сейчас я даже не знаю, сейчас. А раньше было много, я так понимаю. Ну, вот он, вот его все, да. Может быть, еще были там вот кто-то. Были, были, наверное, да. Сейчас ведь так не строю. Сейчас ведь вот, вот все, вот видите, как по-другому вон это вот. Вот. Сайдингом просто делали и все. Да, раньше этого не было. Нет, ну просто сейчас ручной труд, он гораздо дороже стоит. Конечно, конечно, конечно. Конечно. Ладно, мы пойдем дальше. Брат мой был, ну, старший вот сын, на него вот. Да, да, тоже, да, перенял. Он тоже вот все делал, он у него тоже вот это вот есть. Такое. Так вот, да. Потому что он улетел, надо будет. Сейчас некому налаживать, он наличник улетел с одной стороны. Ага, ну, ладно. Старый, давный. Ну что, коза, давай рассказывай. Какие... Так, да, там шишкин мыс. Там я, я на срез не пойду. Мы обойдем, увидимся тогда на мысе. Оооо, вот это вид, ребята. Я обожаю такие картины. Вау. Аж дух сразу же захватывает носуру. А вот это, кстати, вот те дубы, по-моему, про которые говорили. Вот эти дубы как раз В том числе и эти дубы Повелевал подсаживать В дубовую рощу Сам Петр Первый Помните, он заехал поесть Ухи Меня просто удивляет Мне кажется, мы просто, ребят, с вами Не в то время приехали Приехали бы лет 300 назад Нас бы тоже знаменитой ухой покормили А пока Вот это да Вот сюда надо приезжать Просто отдыхать И получать удовольствие Именно здесь гулял по этим Перевалам Сам Иван Шишкин Но он не писал здесь картины Он набрасывал этюды И считается, что Его знаменитейшая картина Утро в сосновом бару Этюды были набросаны Именно вот в этих местах Хочется просто расправить крылья И лететь Здесь такое место Очень-очень вдохновляющее Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Вот мы и оказались на смотровой площадке Как нам и сказали Здесь абсолютно все заросло И то, чем восхищался когда-то Левитан То, в чем он находил вдохновение И свои наброски этюдов Конечно же, сейчас все скрылось Надеюсь, почистят когда-нибудь И будут приходить люди И смотреть, любоваться И восхищаться природой здешних мест Конечно, Дубравы и Шишкин мыс был Более открытым, да? Чем здесь А здесь просто мы как будто кусты пришли И все Все такие грустные стали Ничего, сейчас мы орлиное гнездо Говорят Орлиное гнездо так называется Потому что это была одна из самых высоких точек берега И как будто орлы там гнездились Так высоко и красиво Мне кажется Мне даже немножко стыдно стало Что мы, мне кажется, ошиблись с смотровой площадкой Потому что нам сказали, что есть хлипкая деревянная лестница Вот она, мы ее только сейчас увидели Значит, смотровая площадка там И сейчас мы оценим эти левитановские места Пойдемте с нами Оу, какая она дряхленькая Пошли, пошли, быстро Давай, давай, давай Ножки, ножки, ножки Опа Да, она говорила, что тут все гнилое Левитан именно по этой дорожке шел, да? Все Кина не будет Мы заблудились Что-то не можем Может, и там смотровая была площадка Вообще ничего не понятно Должна быть красота А здесь только дорога, которая дорога местным жителям Нам не понятно Нам нужны широкие виды Дороги мы протопчем и пройдем Пойдемте наверх В орлиное гнездо все-таки Вот мы и добрались до орлиного гнезда А вот и он Памятник Тоже его посадят Он же памятник А вот дерево В общем Памятник Алексею Максимовичу Пешкову Или больше известному как Максим Горький Псевдоним писателя Памятник здесь установлен Конечно, зарос И не сильно Облагорожен В этих местах Любил Максим Горький Наслаждаться природой И Начинать Или продолжать Или заканчивать Писать свои Пьесы Романы В 1899 году Горький вместе со своей семьей Женой Екатериной Павловной И шестилетним сыном Максимом Отдыхал в Васильсурске Далее его жизнь Сложилась так Что он долго не был В родном городе И побывал в нем Лишь после революционных перемен В период с 1932 По 1990 Годы Нижний Новгород Был переименован В город Горький В современном Нижнем Новгороде Больше сотни памятных мест Связанных с именем писателя И его литературными героями Из письма Максима Горького Антону Павловичу Чехову Живу в городе Васильсурске Нижегородской губернии Если бы вы знали Как чудесно здесь Большая красота Широко Свободно Дышится легко Погода стоит прохладная Заглянете на денек Воды в Волге еще много И проехали бы вы прекрасно Места у нас тоже много Дали бы вам отдельную комнату Ни детей Ни собак Тишина и покой Живет со мной Тимковский На днях приедет Миролюбов Потом Посса А кабы вы приехали Это было бы всего лучше Давай швабру сюда Аккуратно Уключено Убираем Не забываем Уключено Вот еще давай Сейчас Удивительно 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 Я буду очень рад. Значит, мы сейчас отправляемся от устья реки Сура вверх в направлении Ядрина, города такого, в Чувашской республике. Что можно сказать про реку Сура? У нее достаточно извилистое русло, много крутых поворотов, но ребята справляются, смотрят, ориентируясь на баки. Какое происхождение имеет слово Сура? Здесь этимологи не могут в одном направлении сойтись с одним ответом, поэтому я вам расскажу несколько. Субтитры сделал DimaTorzok